Последний месяц лета, как правило, богат на астрономические явления. Именно в августе складываются наиболее благоприятные условия для наблюдения за звездным небом. Ясные теплые ночи сулят всем, кто жаждет загадать желания, мощные звездопады. Этот август не станет исключением. Если Луну лучше наблюдать хотя бы в любительский телескоп, чтобы насладиться этим зрелищем, то метеорные потоки лучше наблюдать своими глазами. То есть никакого оборудования оптического не нужно, потому что, во-первых, они влетают в разных точках и уследить за этим практически невозможно. Только глаз может сразу видеть, где метеор влетел. А во-вторых, достаточно яркие такие следы, которые мы прекрасно можем наблюдать без всяких оптических приборов. Пик звездопада ожидается в ночь на 13 августа. В этом году условия для наблюдения за метеорным потоком самые благоприятные. Пик звездопада приходится на момент, близкий к новолунию. А значит, свет от спутника Земли не помешает. Эксперты отмечают, что наблюдать за персеидами лучше всего вдали от города. Также я хочу отметить то, что где-то в районе середины Сатурн будет достаточно близок к Луне. То есть его просто можно будет очень быстро найти. Луну-то мы сюда найдем, ну а рядом с ней будет находиться и Сатурн. Интереснейшая планета, учитывая то, что Луна будет неяркой в этот момент времени. С помощью даже небольшого телескопа вы можете наблюдать и сам Сатурн, и кольцо вокруг этой планеты. Это очень интересное зрелище. Серебряный Сатурн с кольцом. Я в свое время даже проводил профессиональные наблюдения для того, чтобы определить ее размеры. Но метеорные потоки не единственное явление, свидетелем которого мы станем. На этот август придется целых два суперлуния. Первая ожидается уже сегодня, вторая выпадает на 31 августа. Именно в этот день мы сможем наблюдать не просто голубое суперлуния. По мнению экспертов, Луна в этот день будет в самом близком к Земле положение. Говоря проще, мы увидим самую большую Луну в 2023 году. Луна будет достаточно крупная. И все желающие могут, используя телескопы, прекрасно увидеть кратеры, горы, моря на лунной поверхности. Вообще, я считаю, что наблюдать Луну всегда очень значимо и интересно. Понаблюдать за самыми яркими астрономическими явлениями августа можно в астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Именно здесь располагается рефрактор. Самый мощный действующий визуальный телескоп в России. Ему уже более ста лет. Всю информацию вы сможете найти на сайте обсерватории. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.